Всем доброго дня! Я, как всегда, к вам с узором. Узор этот опять ничей, может быть стать вашим, если вы примените свое вязаном изделие. Нашла его на просторах интернета. Вот как-то что-то в последнее время мне вот такие вот веточки-колоски попадаются, и вы знаете, как бы они мне вот почему-то нравятся. Узоры из них получаются такие вот нежные, воздушные. Можно связать, как мне кажется, полное изделие, так и просто пустить, как часть декоративной отделки. Можно совместить, мне кажется, и с другими узорами. Просто здесь дорожки, например, из ажурных накидов. В общем, мне кажется, полет фантазии здесь вообще не ограничен. Вот так узор выглядит с лицевой стороны. Ну, с изнаночной, я бы не сказала, что прямо красиво, но вот так с изнаночной. Вязала я его на двух фантурах. Насчет одной фантуры, девочки, я не знаю, потому что, ну, как-то я об этом даже не думала. Если у меня есть две фантуры, да, я не экспериментирую на одной фантуре, потому что я специально брала двухфантурную машину. У меня была когда-то Нива. Я поняла, что Нива это маловато. Поэтому я вторую машину уже взяла. Электронный силер двухфантурный, да, но, к сожалению, у меня проблема с кареткой где-то у меня сломалась. Никак не удается мне ее починить, у меня не видит программу. Поэтому я все делаю вручную. Ну, кроме, наверное, жаккарда. Как-то я к нему не готова вручную делать. Я на Ниве когда-то делала его, вот, ну, попробовав раз на электронном сильвере, да, или на какой-то перфокарточной, может, машине. Ну, уже тяжело, конечно, вручную все это делать. Ну, может быть, когда-нибудь я и сниму какое-нибудь видео по простому какому-нибудь узору. Вот. Узор этот, в принципе, несложный, но он требует такой внимательности. То есть я там в процессе видео немножко, видимо, в мыслях о треклассе и допустила ошибки, но в процессе я потом исправила. Вот. В чем особенность этого узора? Вот если на схему посмотреть, да, вроде бы, как будто там четыре лицевых дорожки, да, вернее, дорожка из четырех лицевых, где происходят как раз все манипуляции, вот, и вроде как дорожка из изнаночных. Но так как у нас идут накиды через изнаночные петли, ой, накиды, простите, как у нас идут две вместе и накид у нас через изнаночные петли, нам придется всегда смещать петельки. То есть мы всегда будем переносить вот эти вот накиды. Чтобы образовать накид, мы будем переносить петлю с задней игольницы на переднюю. Вот. И чтобы вот здесь было две вместе, мы будем всегда переносить какую-то петлю с передней игольницы на заднюю. Все это я покажу в процессе вязания. Ничего там сложного нет, но требует как бы внимания, и он, ну скажем, кропотливый, хотя, ну не знаю, мне как быстро, мне кажется, он все равно вяжется. Все равно быстрее, чем на спицах, вот однозначно. Выглядит он ничем не хуже, чем вариант, который был на спицах на просторах интернета, я его нашла. Вот, ну вот то, что вот эти вот петли нам придется всегда смещать, ну это, я считаю, что это ничего страшного. Схему, конечно, мне пришлось вот выдумывать и додумывать, как это обозначить, какими элементами, да, какими значками, потому что на спицах это более просто, да, лицевые, да, изнаночные накиды, что там еще, ну две вместе, три вместе, вот, ну какой-то там распуск изделия. А здесь вот эти переносы, ну вот, что получилось, то получилось, не знаю, насколько это будет вам понятно, вообще актуально, и вообще, понятно ли эта схема, да, если не видеть видео, если вы мне как бы вот дадите обратную связь, насколько вот схемы мои понятны, да, что можно ли их вообще использовать, не видя машинки, так вот, ну на вскидку, да, вот так вот увидела схему, посмотрела, да, что это тут, сяду за машину и не видя видео, да, вот так скажем, насколько будет это понятно, что это можно все сделать. Буду очень благодарна обратной связи, вот, буду, как всегда, благодарна вашей дружбе, и еще опять начались тут угрожающая, как бы, информация, что опять YouTube у нас отключат, и мы, значит, не сможем ничего выставлять, вот, девочки, у меня всегда есть ссылки на мои другие каналы, подпишитесь на всякий случай, да, чтобы, ну, не потеряться между собой, чтобы продолжить нашу дружбу, да, я буду продолжать выкладывать узоры, может быть, не так, конечно, часто, как хотелось бы, ну, немножко у меня есть загрузка по вязанию еще, вот, поэтому переходите вниз по видео, там есть ссылки на другие каналы, подписывайтесь на те каналы, может быть, вам будет удобнее и с тех каналов смотреть, вот, ну, что, тогда мы перейдем, у меня уже сделана расстановка игол на машине, и я уже провязала какую-то часть узора, вот, и теперь приступим к показу, скажем так, да, как я это делаю, сейчас у меня получается, я начинаю вязать с первого ряда, и сам узор, да, он как будто разбит на два участка, то есть сначала у нас на этих четырех петлях идут две вместе, и всегда будет переноситься у нас иголка с нижней игольницы на заднюю, в этот участок у нас, он не меняется, всегда будут идти две вместе с накидом и просто накид, этот накид будет формироваться за счет переноса вот этой петли на переднюю игольницу, вот сейчас я как бы все вам покажу, здесь он не меняется, а здесь постепенно будет вот эти две вместе с наклоном уходить вправо, так, ну что, первый ряд, я немножко как бы в процессе приноровилась, да, так, чтобы не заглядывать каждый раз схему и не запутаться, я как бы первую часть узора буду все делать справа налево, все переносы, вот, а вторую часть узора наоборот, но мне показалось, что так удобней, то есть мы переносим сначала петельку с передней игольницы на заднюю, у нас получается две вместе, вот, затем мы как бы компенсируем эту третью петлю, которая там нужна, чтобы она была, да, мы с передней, задней игольницы переносим на переднюю и теперь вот эти все три петельки смещаем на один шаг, здесь у нас остается одна иголка для накида и дальше мы делаем две вместе, все, одну часть рапорта мы закончили, еще раз показываю, сначала мы переносим с передней игольницы одну петельку на заднюю, две вместе у нас получилось с наклоном, затем с задней игольницы петля идет на переднюю, смещаем все три петельки на один шаг вправо, как бы возвращаем на место, да, эти три петли, здесь остается у нас в работе для накида и две вместе просто, проверяем, чтобы у нас все нужны иголки стояли в работе, убираем лишние и провязываем два ряда, вот у нас образовались накиды, где нужно и второй ряд, так, следующий ряд, теперь нам надо вот эту вот как бы петлю идти с наклоном, получится она у нас вправо, то есть мы сейчас уже не вот эту переносим, а сначала мы делаем 2 вместе с наклоном вправо, то есть мы снимаем одну петельку, переносим ее на левую и возвращаем опять на правую, вот только после этого мы поднимаем петлю с передней игольницы на заднюю, а здесь все также, задние игольницы мы переносим на переднюю, затем все 3 смещаем, это у нас накид получается и 2 вместе, еще раз делаем 2 вместе с наклоном вправо, затем переносим петельку с передней игольницы, затем с передней игольницы и задней игольницы на переднюю, смещаем на один шаг, накид, здесь идет у нас 2 вместе просто с переносом, вот и все, проверяем правильность расстановки, 2 ряда, следующие у нас, дальше идет у нас все по-прежнему смещение, то есть мы теперь уже смещаем вторую петельку из этих четырех, делаем 2 вместе с наклоном вправо, затем на пустую иголку мы переносим сначала вот эту петлю, нам же нужно чтобы иголки как бы сместились, вернее петельки сместились, затем мы переносим с передней на заднюю, затем задние на переднюю, компенсируем эти опять 3, смещаем их на один шаг, здесь у нас опять накид получается, 2 вместе, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, перемещаем крайнюю петельку, теперь с передней на заднюю, задние игольницы на переднюю, смещаем 3 на один шаг вправо, делаем 2 вместе, еще один ряд мы закончили, так и теперь нам надо получается вот эту третью петельку сместить на последнюю, то есть опять делаем 2 вместе и теперь мы эти две петли переносим на эту иголку, а затем уже только с передней игольницы мы переносим петлю, теперь задние на переднюю, 3 на один шаг вправо, остается в работе 2 вместе, 2 вместе с наклоном, 2 вместе мы на один шаг смещаем, заполняем как бы четвертую изнаночной с передней игольницы, теперь задние игольницы восполняем эти 3, 3 петельки смещаем и 2 вместе, да, надо быть внимательной, быстренько подняла, опять проверяем правильно с расстановкой игол, и мы первую часть узора закончили, так переходим на вторую часть узора, то есть теперь где у нас были вот эта часть с накидами, у нас должна быть идти по 2 вместе с наклоном, то есть здесь поменялись местами как бы вот эти, да, вот и смещение у нас изнаночных или петель на передней игольнице будет наоборот происходить справа налево, если я ту часть делала справа налево все манипуляции, да, то теперь я это делаю наоборот, ну вот мне показалось, что так удобней, то есть теперь я слева переношу на заднюю игольницу, делаю 2 вместе, да, затем переношу на нижнюю игольницу, переношу теперь все эти три уже налево на один шаг, здесь у нас опять остается накид и 2 вместе, еще раз, сначала я делаю 2 вместе с переносом передней, с передней игольницы на заднюю, затем я задние игольницы переношу на переднюю, все то же самое как мы и до этого делали, только чуть-чуть наоборот, да, и переношу теперь на один шаг влево, здесь у нас получается накид, иголочка в работе и 2 вместе, проверили расстановку, два ряда, так дальше мы теперь делаем 2 вместе, первую как бы у нас получается, первая петля переносится, да, на освобожденную мы переносим петельку с передней игольницы, теперь задние на переднюю, на один шаг влево, 2 вместе, 2 вместе с наклоном влево, петля с передней на заднюю, задние на переднюю, 3 на один шаг, проверили расстановку, я тут немножечко накосячила, я немножко исправляла вот здесь ряд, я забыла сделать накид, поэтому кто заметил, вот я исправила, поэтому немножко прервала запись, вот это о чем говорит, надо быть очень внимательным с этим узором, так теперь мы дальше делаем, мы опять вместе, переносим с наклоном влево, затем мы петельку смещаем, следующим мы переносим с передней игольницы, затем задней, шаг влево, шаг влево, 2 вместе, шаг влево, с наклоном переносим, теперь с передней, с задней, шаг влево, накид остается и накид, проверили расстановку, два ряда, и последний получается у нас ряд в этом, в этой части узора, да, опять идет смещение, затем переносим две петли уже, затем с передней игольницы, задней, на шаг влево, накид у нас здесь две вместе, две вместе с наклоном влево, две мы переносим, на один шаг смещаем, с передней, задней, три у нас идет влево с наклоном, с перемещением на один шаг, в работе накид и две вместе, проверили расстановку, два ряда, ну вот и все, надеюсь, что узор вам опять пригодится, дополнит вашу копилочку, так же как и мою, вот, хорошее вам всем настроение, хоть и осень, ну осень тоже прекрасное время года, ярких вам творческих идей, пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас все получится, мира вашей семье, до встречи!